Сатнам, меня зовут Агент и я приветствую вас на канале Кундалини Йога онлайн. Этот эпизод из серии Йога 55+. Йога направленная на людей, которые находятся в зрелом возрасте 55 и выше. Этот эпизод расскажет опять о высоком давлении и как Йога считает можно жить с высоким давлением и боготворно использовать некоторые асаны. Эти рекомендации исходят из Хатха-йоги школы Айенгар. Я еще раз хочу напомнить, что я сертифицирована как Кундалини Йога инструктор уровень 1 и как Кундалини Йога для беременных инструктор. Я не сертифицирована по школе Айенгар и мои рекомендации, советы исходят из моего самообучения конкретно о школе Айенгар. В Кундалини Йога не направлена на лечение болезни, она работает только на профилактику болезни. Айенгар выбыл другой путь. Он сам был хилым мальчиком и с помощью Йоги он смог выйти из болезни и всю жизнь занимается тем, что учить Йогу как терапевтический метод работы с болезнями. Исходя из его рекомендаций, есть некоторые определенные техники медитации, дыхательные практики и релаксация, которая помогает при высоком давлении. Медицински научно доказано, что релаксация благотворно влияет на снижение спресса в теле и таким образом влияет эффективно на работу с высоким давлением. Особенно научно хороший факт, который недавно к нам пришел, это то, что медитация сильно влияет на регулирование кровяного давления. Этот эпизод покажет вам три практики, которые делаются как один сет из хатха-йоги, которые помогут вам расслабить ваше тело, ваше ум и стабилизировать, надеюсь, давление, ваше состояние. Естественно, этот эпизод не замена консультации с докторами и если у вас есть какие-то медикаменты, это не значит, что вы должны останавливаться в пить медикаменты, потому что вы нашли это видео. Более того, я рекомендую показать это видео вашему доктору, чтобы доктор принял решение, насколько позволительно в вашем состоянии делать эти практики. Эта практика состоит из пранаямы, которая, в принципе, притекает в медитацию и релаксацию. Занимает она всего лишь от 5 до 11 минут и богатойно влияет на ваше состояние и лучше ее делать перед сном. Итак, первое, что мы будем делать, это называется дыхательная практика пранаяма-уджая или согревающее дыхание. Мы работаем с верхней частью торса, не подключаем живот в этом дыхании. Мы используем подбородочный замок. Это значит, что задняя стенка шеи растянута и подбородок прижат к горлу. В этом положении мы делаем вдох через нос. При этом у нас чувствуется маленькая щелочка в гортане. И это дыхание порождает характерный звук Са. Поднимается грудная клетка, расширяется грудная клетка, живот не участвует. Живот находится в тонусе и прижат к спине. И после вдоха происходит выдох, опять же, через эту щель, которая образуется в гортане. И присутствует характерный звук Ха. То есть вдох похожий на Са. И выдоха. Задержки дыхания не существует. И при высоком давлении не рекомендуется использовать любую задержку дыхания в любой практике. Таким образом мы делаем дыхание через нос, вдох и выдох. И чувствуем этот характерный звук Са и Ха. На вдохе Са и на выдохе Ха. Делаем такое дыхание 5 минут. В этом видео я не буду делать его 5 минут. И еще одна особенность. Так как мы это делаем на ночь и работаем с тем, что у нас повышенное давление. Мы находимся на спине. Если сдирается подбородок вверх, и вы чувствуете, что подбородок находится выше, чем средняя часть лба, подкладывайте подушку под голову. Выравнивайте линию. Подбородок находится ниже, чем лоб. Расслабляем руки и расслабляем ноги. И используем это согревающее дыхание или УДЖАЙ ПРАНАЯМ. Глаза расслаблены. И одна из рекомендаций, я знаю, что очень эффективно помогает расслабить лицо, юговские подушечки на глаза или какие-либо маски. У меня, допустим, хорошая нефритовая маска. Она довольно тяжелая, и ощущение маски на теле помогает расслабить лицо. Это дыхание очень эффективно работает над нервной системой. Включается парасимпатическая нервная система, которая отвечает за расслабление в теле. Одновременно мы работаем с легкими и чувствуем, что значит глубоко дышать, используя всю емкость легких. Наблюдаем, как расширяется грудная клетка на каждом дохе. И со звуком Х через голосовую щель грудная клетка опускается, и воздух выходит из легких. Одна еще уловка, так как вы будете находиться в этой позе 5 минут, вы можете переключить таймер или просто понять, сколько занимает один цикл дыхания, вдох и выдох. В среднем в обычной жизни женщина дышит от 12 до 15 дыханий в минуту. Если мы используем глубокое дыхание, в среднем это занимает около 10-15 секунд, соответственно 4 дыхания в минуту. Поэтому вы можете таймером ней пользоваться, измерить свое время для полного дыхания, и скорее всего она окажется в рамках 4 дыхания в минуту, и значит вам нужно сделать 20 дыханий лежа у джаи праная. Это была первая практика ИСЭТа, как работа с кровяным давлением, если оно у вас повышенное. Второе упражнение, пранаяма дыхательная практика, это работа так называемыми наде, энергетическими каналами, или проще говоря с ноздрями левой и правой. Всего лишь делаем 8 циклов от 8 до 10 циклов. Очень простая практика, вы можете находиться опять же лежа, или можете встать, сесть, прижаться спиной к стене, потому как простая поза в основном трудна для людей, которые в возрасте 55 и выше, и поэтому наблюдайте, чтобы у вас был весь фокус на дыхании, а не на поддержку позы. Поза должна быть расслабленная. Дыхание, попременно дыхание через ноздри происходит довольно просто. Одна рука расслабленная, вторая закрывает, левая рука закрывает левую ноздрю, полный вдох через левую ноздрю, закрывается правая ноздря, выдох через левую. Следующий вдох происходит через ту же ноздрю, где произошел выдох, то есть через левую. Закрывается левая, и выдох через правую. Это один цикл. То есть мы сделали вдох через правую, выдох через левую, через левую сделали вдох и завершили цикл выдохом через правую ноздрю. Таких циклов делаем восемь. Еще раз повторяю цикл. Вдох через правую, выдох через левую, вдох через левую, и выдох через правую. Это дыхание очень хорошо влияет на нервную систему, даже сделав два цикла, вы можете почувствовать расслабление в теле. Очень хорошая практика. Одна из особенностей, помните, подбородочный замок, он очень хорошо помогает контролировать кровяное давление в любой позе, конкретно в этой паранаяме. То есть задняя стенка растянута, мы чувствуем, как подбородок ближе уходит к горлу. Одна из особенностей. В кударине йоги мы таким образом делаем подбородочный замок. Те, кто может быть смотрит мое видео из школы Айнгара, могу сказать, что Айнгар рекомендовал опускать полностью голову. Я не фанат такого попорочного замка, и скажу из рекомендаций из кундалини йоги, держим шею прямо и подпираем подбородок ближе к горлу. Вторая особенность. Когда мы закрываем ноздри, мы используем большой палец и указательный палец в кундалини йоги. В хатха йоги считается почему-то, что мы должны использовать большой палец, мизинец и четвертый палец при закрытии второй ноздри. Выбирайте, что вам удобнее. Те, кто не особо струклезно исследует школы, на самом деле для вас это не особо важная информация. Но те, кто действительно глубоко погружен в тексты, могут сказать, что это видео некоторые неточности допускает. Поэтому я хочу эти неточности проговорить. Итак, мы сделали вторую пранаяму с попеременной дыхания через ноздри. И последняя, третья практика, которая помогает жить вместе с такой вещью, как повышенное давление, это просто расслабление в позе шавасана или позе трупа. Некоторые особенности. В этой позе вы находитесь 15 минут в этой практике. Некоторые особенности такие, что я хочу, чтобы вы контролировали нижнюю часть спины. Поэтому я предлагаю вам, когда вы ложитесь на пол, чувствуйте вашу нижнюю часть спины и проще ее почувствовать, если коленки вы или обняли, или просто приподняли. И когда поясница уже ложна, тогда вы можете расслабить ноги. Восстановительные йоги иногда предлагают другой вариант. Ноги остаются согнутыми, и коленки соединяются. Таким образом нету напряжения в ногах, даже если ноги согнуты. Выбирайте, что вам удобнее. Помните, что подбородок должен быть ниже, чем средняя часть лба. И расслабляем руки и ноги. Постепенно сканируем телом. Расслабляем сначала большие мышцы ног и большие мышцы рук. И потом осознанность погружается в более мелкие мышцы. Расслабляем каждый пальчик на ногах, щек, колотки, икры, колени и бедра. Тазовые области живота, грудную клетку, плечи, локти и запястья, и каждый пальчик на руке. Расслабляется гортань. Расслабляется лицо. И мы просто находимся в шавасане 15 минут. Иногда мозг очень активен во время релаксации. И восстановительная йога предлагает очень хорошую технику для того, чтобы занять деловой ум. Эта техника называется центрированное дыхание. Мы делаем глубокий вдох через нос. И чувствуем, как вдох распространяется по всему телу. И полный выдох, без задержки. И чувствуем, как воздух размягчает тело, когда выходит из легких. И после этого осознанного цикла мы просто оставляем дыхание, не контролируя его. Через 5-6 вдохов неконтролируемого дыхания мы опять делаем центрированное дыхание. Осознанный вдох и полный выдох. И опять возвращаемся в спокойное, неконтролируемое дыхание. И таким образом продолжаем находиться в шавасане. Также полезно периодически проверять популярные зажатости в теле. Это, во-первых, тазовое дно. Второе место – это диафрагма. То есть, находясь в шавасане, вы можете периодически проверять эти места, таким образом завлекать ваш ум, чтобы он оставался в вашем теле здесь и сейчас. То есть, мы проверили тазовое дно, чтобы оно было расслаблено. Проверили диафрагму. Проверяем гортань. Проверяем напряжение в глазах и снимаем его. И опять возвращаемся в центрированное дыхание. Глубокий, осознанный вдох. И полный выдох. И находимся в шавасане. Если вы это делаете в практике переснов, то на самом деле я не вижу необходимости использовать таймер. Если вы уже в кровати, вы можете сделать эту шавасану в кровати и таким образом мирно уйти в сон. Надеюсь, эта практика поможет вам жить с вашим кровяным давлением повышенным и поможет его контролировать. Я хочу напомнить все три части этой практики. Первая часть это уджая и согревающее дыхание. Когда мы чувствуем щелью, голосовую щель и вдох порождает мягкий звук Са, выдох порождает мягкий звук Ха. При этом мы не используем фиксируем живот и используем грудную клетку для дыхания. Уджая или согревающее дыхание мы делаем пять минут. Вторая практика в этом сете мы делаем попередеменное дыхание через ноздри. Восемь циклов. Один цикл это дыхание через правую ноздри, выдох через левую, выдох через левую и выдох через правую. То есть мы вернулись к правой ноздри и мы совершили один цикл. Таких циклов мы делаем восемь. и последняя третья практика в этом сете это шаваса на расслабление 15 минут. В которой я показала некоторые техники маленькие, которые помогут ваш ум оставить в вашем теле и расслабить не только физически ваше тело, но и расслабить ум, что очень полезно при повышенном давлении, потому как считается, что один из факторов повышенного давления это стресс. И стресс задерживается в организме тогда, когда наш ум не умеет расслабиться. Надеюсь, эти практики помогут вам быть здоровее и счастливее. И ваша йога 55 с плюсом даст вам жизнь на две пятерки с плюсом. Спасибо. Со дна.